Подрезали, только у вас плотная ткань, вам вот здесь вот нужно ножницами зигзаг можно подрезать. А, понятно, ясно. Вывернуть, выметать с перекатом и приутюжить. Так, ничего страшного, я запуталась, у вас воротник одного цвета, а образец другого, да? Нет. Я спрашиваю, когда вырезала ткань, имеет значение? Нет, я говорила, что не имеет значения, поэтому я говорю, у вас получается. Вот он, воротник к этому образцу. Ну, я бы хотел, чтобы красиво было. Ну, по красному цвету будет очень красиво. Я имею в виду, что не имеет никакого значения абсолютно. Так, значит, что теперь необходимо сделать? Вообще, в очередной раз говорю одну и ту же фразу, всегда стараемся укладывать так, как будет в готовом виде. Ну, вот он будет перекат, да, выметан воротник с перекатом. И в готовом виде это будет выглядеть вот таким образом. Вот, то, что будет в готовом виде. А теперь у вас в конспекте сказано, на изнаночную сторону изделия лицевой стороной уложить верхний воротник. То есть, получается, вот я взяла просто и перевернула. И вот у меня получилось на изнаночную сторону лицевой стороной уложен верхний воротник. И еще один ориентир, если вы все правильно отогнули, именно на нижнем воротнике, на нужном воротнике. Вот здесь уступ, и здесь уступ. Вот вы их совмещаете. Скалываете контрольные точки. Какие контрольные точки у нас есть? Я сейчас, опять же, чтобы просто удобно было показывать, вдоль силков скалываю. Вот. Какие контрольные точки? Как раз вот эти уступы. То есть, середина, да? Середина переда и конец воротника. Линия плеча, которая соответствует марке. И середина спинки, которая соответствует середине воротника. На самом деле, воротник, он чуть-чуть должен быть длиннее. То есть, не то чтобы он длиннее, вы же все вымеряете, делаете одинаково. Просто некоторые могут прочувствовать, что на воротнике есть посадка. Вот так и должно быть. На воротнике должна быть посадка, потому что воротник огибает изделие, получается. Вот. Я сейчас приколола одну половину воротника. То есть, потом то, что мы с вами записали до конца, нужно будет вот это все отогнуть и пришить потайными стежками. Все, вот он воротник у вас будет готов. Но потайными стежками пока что мы ничего не пришиваем, потому что там есть один маленький нюанс, о котором я буду говорить в следующий раз. То есть, вам нужно приколоть, приметать, приточать. Напоминаю про плечевые швы, чтобы ничего не затянуто было, они должны быть разметы. У нас здесь все сделано грамотно, правильно. Запасы швов подрезать до 0,5 сантиметра, у вас сказано, ну, до 0,7 можете взять. 0,5 сантиметра. 0,5-1. Да. До 0,7 подрезать, среднюю величину берите. У вас сказано, что направить в воротник. А как их можно направить в воротник? Только выметывая вот с этой стороны, да, выправляя, чтобы не было никакого наплыва, вы выметаете по всей длине. И вот они у вас, запасы швов, будут направлены в воротник. То есть, сначала мы стачиваем, а потом... Стачиваем, подрезаем, а потом выметываем. И они у вас, направляя запасы швов в воротник, все, они у вас будут зафиксированы, они вам уже не будут мешать. Все это утюжим? Нет. Утюжим только аккуратно, переставляя утюг, потому что линия скругленная, никаких глотильных движений быть не должно. Значит, я очень надеюсь, что вот эту работу, ну, может быть, получится, если у кого-то к завтрашнему дню сделать, хотя бы у кого-то у одного. Вот только один вот этот вот воротник. Не смотрите на меня. Так что рассчитывает каждый сам на себя, потому что изделие у всех. Я тогда покажу, что дальше сделать. Просто пока это, ну, хотя бы должно быть приметано, как минимум. Хотя бы, чтобы вметан был воротник. Тогда я покажу. Там не сложная работа, потому что впереди у вас получается аж целых две недели. Да, мне бы хотелось вас озадачить с образцами. Ну, не полторы. Ну, хорошо, говорили полторы, но это же больше, чем одна. Ну, там же 19 уже зачет уже. Вот. Поэтому, хотя бы, чтобы был приметанный, чтобы я могла дальше показать, чтобы вы прочувствовали разницу. Ну, значит, мы будем только тогда юбку сдавать и чертежи по блузе. А чертежи по блузе есть хоть у кого-нибудь с оценками? Нет. Сегодня можно показать? Ну, у кого-то есть. А без рисунка можно показать? Нет. Нет, мне показать можно, но сдавать без рисунка. Оценку я все равно не поставлю. Нет, нет, а вам показать вот без рисунка. Ну, показать можно, да. Рисунок нарисуйте. Мне можно показать. Я смотрю. И не одну. Так. Это то, что касается этого воротника. Здесь, ну, мало ли, вот будет кто-то временем располагать, захочется. Ну, так, что-то сделать. Нет, не к завтрашнему, нет, не к завтрашнему дню вообще. Мы просто с вами уже говорили о подшивке низа, поэтому я еще раз напоминаю, что вот здесь вот должно быть у вас два сантиметра, да, расстояние. Я, по-моему, вам ошиблась, тогда сказала два. Вообще три внизу подшивается, но мы с вами срезали, это моя ошибка, два сантиметра. Дальше вы оставляете еще сантиметра полтора, все лишнее срезаете, отгибаете наизнанку, заметываете, у некоторых уже заметано прям было. Заметываете и на расстоянии свободно подшиваете, как в юбке низ, столбиками, да, то есть есть сгиб, есть где спрятать нитку. Вывели, захватили за половину толщины ткани, опять в тот же прокол и так далее. Так, во втором. То же самое укладываем так, как должно быть в готовом изделии. Так, только стачиваем все, да, срезать. Как хотите, да, хотите так, хотите ся. Завтра я планирую вам еще ВТО-овского рукава показать. Так, значит, вот что должно быть в готовом виде. Здесь вы выбираете верхний и нижний воротник только по рисунку. Наверное, есть смысл, даже не знаю, какой лучше. То есть, по идее, вот что должно получиться, да. У вас получается, что воротник вкладывается между изделием и подбортом. А в своих изделиях, в большей части, я вам, так как мы уже дошли до этого этапа с некоторыми, я сказала, выкрыть обтачку еще для горловины спинки, для того, чтобы не делать надсечку. То есть, когда это будет готово, я объясню и покажу, хотя бы у кого-то, да. Я объясню и покажу. Сейчас мы работаем, если ткань несыпучая, такой прием тоже используется, или она несыпучая и прозрачная, чтобы сзади не просвечивалась обтачка, выполняется сзади по горловине спинки без обтачки изделий. Итак, раз мы должны вложить между воротник, между изделием и обтачкой. Вот в таком виде он должен лежать. Значит, что получается? У нас нижний воротник лицевой стороной лежит на лицевой стороне изделия. И здесь вметывание выполняется в несколько приемов. Вот мы их и совмещаем. Нижний воротник, только один нижний воротник. Смотрим. Конец воротника доходит у вас в образце до середины переда. В своих изделиях у каждого есть какая-то марка. Либо она тоже совпадает с серединой переда. Она обязательно должна быть. И вот вы совмещаете середину переда и конец воротника. Фиксируете булавками. Опять же, фиксируете перпендикулярно линии, с которой работаете. Следующая контрольная точка. Точно так же линия плеча, которая соответствует марке. Плечевые швы тоже должны быть разметаны обязательно. Иначе испортите образец. Есть такая вероятность. Можете допустить ошибку. Ну и, соответственно, середина воротника и спинки. Прикололи, приметали. Пока что у нас только нижний воротник приметан к изделию. Дальше. Мы с вами записали в конспекте. Вот на этом этапе вся работа с горловиной и спинкой по вметыванию воротника закончилась. Все. Только вот один воротник в металле. Все. Дальше мы работаем только с полочками. Следовательно, после того, как вы проложили вот эту наметку, силки на полочке изделия и на воротнике вы удаляете. Потому что дальше вам нужно будет приметать второй верхний воротник. Если вы когда... А потом еще будет под борт. Когда вы все это сметаете, вы силки уже не удалите. Они потому что будут у вас закрыты. Приметываем все. Только приметываем. Ничего не притачиваем. Приметываем по силкам к полочке второй верхний воротник. От середины переда, также скалывая контрольные точки, да, от середины переда до горловины. До линии плеча, простите. Приметали. Силки опять удалили. Все. Потому что роль силков у нас уже выполняет наметочная строчка. Затем берем подборт. На подборте запас шва у линии плеча подрезаем до 0,5 и срез обметываем косыми стежками. Отгибаем его. Никакую закрепляющую строчку делать не нужно. Достаточно его просто отогнуть. Ну, можно заметать. И это будет контрольной точкой, потому что это же линия плеча. И вы должны уложить вдоль линии плеча, вдоль марки на воротнике, которая соответствует линии плечевого шва. До 0,5, да? До 0,5, да. У вас в конспекте сказано 0,5-0,7 в зависимости от толщины ткани. У вас у всех тонкие ткани. Приметывайте. Разве мы не выполняли еще перестрочку? Я просто не помню. Там и там уже нужно было весом работать. Да, значит, у меня еще не было весом. Сейчас еще раз покажу. Вот. И вот смотрите. Потом, когда вы вывернете, все готово будет, да, у вас как раз воротник будет втачен между изделием и подбортом. Но! Теперь же нужно проложить строчку, да, а как же прокладывать строчку? Если здесь у нас 4 слоя ткани, даже запас нашего больше, а дальше только 2 слоя ткани. То есть мы здесь сметываем все, стачиваем все, а здесь должны только втачать нижний воротник. Вот для того, чтобы строчка прокладывается за один прием машины, для того, чтобы можно было проложить эту строчку, вам будет необходимо выполнить надсечку только на одном верхнем воротнике, вот вдоль плечевого шва, до наметки. И что у вас получится? Вы сможете взять, проложить строчку сначала на все слои ткани, потом этот запас вы отогнули, да, дальше прокладываете строчку, но опять вернулись на все слои ткани на полочках. Еще один такой важный момент. Вот напомню, по низу, когда мы притащали подборт, внизу я просила выполнить перестрочку, отгибая запас шва на подборт. Это у вас тоже в конспекте фигурирует, да? Вот, на всю ширину подборта у вас будет строчка. Отгибая запас шва на подборт, это очень важно. А вот в верхней части... А в верхней части у горловины наоборот запас на шов нужно отогнуть на изделие. Ну, здесь вот у меня не очень хорошо просто приколыто. Естественно, сейчас много там булавок на слоении. Вот, видите, здесь у нас на подборт, внизу, а здесь на изделие этот шов разворачивается. Это нам нужно будет потом для того, чтобы можно было в нужную сторону выполнить перекат на каждом участке. Итак, вот после того, как вы всю эту работу сделаете, вы должны будете вточать воротник. Все у вас будет зафиксировано как раз запасы в нужную сторону. Выполняя закрепы, да, безусловно. Хотите машинные, хотите ручные. Дальше вам нужно будет подрезать запасы швов до 0,5 только на полочках. То есть у вас вот здесь вот будет уступ, да, ничего страшного. На полочке подрезаете до 0,5 и обметываете все четыре среза вместе косыми стежками. Все, вот это конспект у вас полностью записано, но я вас попросила пометить домашнее задание. Вот то, что я объяснила, это как раз ваше домашнее задание. Да, все вместе, все четыре слоя до 0,5 и косыми стежками. Опять же, у вас сказано, девочки, еще раз, в конспекте звучит 0,5-0,7. 0,7 для толстых тканей. У вас таких тканей нет, вы все подрезаете до 0,5. Запомните, никогда не нужно будет выполнять никаких надсечек, ни коим образом, если вы точно выдержали ширину шва 0,5. В любой ткани разложится, даже в самой сухой ткани разложится. Это то, что касается горловин. Ну, а с манжетой, давайте, вам завтра объяснить или сегодня сразу? Давайте завтра. Давайте завтра. Хорошо, давайте завтра. Я запомню. Хорошо. Может быть, хотя бы, девочки, может быть, не приметать, ну, неплохо было бы, чтобы хотя бы у кого-нибудь один воротник был приметан, чтобы показать, что делать дальше. А остальных я попрошу, я понимаю, что только завтра, вернее, уже завтра занятие, поэтому хотя бы скалите по контрольным точкам. Попробуйте сколоть, чтобы у вас не возникло вопросов, чтобы вы потом правильно выполнили образец. Хорошо? Так. Держите. И давайте запишем домашнее задание. Спасибо.